Новая компания! Тогда сейчас я извинюсь вообще перед всеми, кому когда-то насолил. Петрова! А? Ты Глиенко? Ты что ли? Че совсем с ума сошел? Петрова, ты прости, что я тебя в школе ранцем по голове бил. Так, Настя, кто это? Так, мужчина, спокойно, вы все неправильно поняли. Просто раньше я бил вашу жену. Что? А ну пошел вон из моего дома! Настя, а че он у тебя такой нервный? Сережа у меня деятель искусства, он снимает документальные шедевры про жизнь косуль. О, сильно я тебя тогда ранцем ударил? Ты уж прости, что я у тебя ни разу флэр не взял. А ты ведь когда-то был старостой нашей группы. Хотя, с другой стороны, ты сейчас один по специальности работаешь. Сельскохозяйственная академия. Ты, кстати, прости, что я тебя в институте во все это втянул. Но кто ж знал, что комсомол такая вещь ненадежная? Здравствуйте. Здравствуйте, а вы кто? Я папа Миша Стагниенко, вы меня вызывали? Ну, вообще-то я вызывал вас месяц назад. Извините, но тут видите, какое дело. Я как из другого муниципального учреждения вышел, сразу к вам. Ну, хорошо, хорошо. А это кто с вами? Это перо, глобус и промокашка. Ну, я решил школу весь ранец собрать. Вот, вот она вся причина наших бед. Вы понимаете, что из нашей школы выпускаются одни дебилы? Вот интересная штука, да, пацаны? Вроде-то рожаем нормальных детей, а из школы выпускаются одни дебилы. Ну что, сейчас-то вы довольны? Ну, в принципе, да. Но такое ощущение, Миша, что еще не перед всеми извинились. Ох, хорошо. Александр Васильевич, так уж случилось, что в этом году Сан-Саный связался с плохой компанией. Вы меня, конечно, извините, но я бы на вашем месте все-таки держал подальше плохую компанию от своего сына. А плохую компанию, в свою очередь, держала бы поближе, ну, скажем, к человеку, чьи взгляды уже давно сформировались. И влияние плохой компании для него безразлично. Не, пацаны, все-таки вуалировать это не мое. Приходится биться за право в теле, где засветиться, чтобы стать тем, кем ты хочешь быть. Да, ты можешь звать нас плохими. Да, мы плохие. Но в этом мире невозможно оставаться другими. И тысячи команд, и сотен городов мечтают, чтобы объявил их Александр Масляков. У нас на всех одна мечта и одно движение. Которое не то, что города, оно объединяет поколения. Субтитры сделал DimaTorzok